Как чувствовать меньше? То есть, как стать магом, а не экстрасенсом? Всем привет, с вами Саргас. Мне в комментариях задали интересный вопрос. Я очень часто говорю о том, что многие маги вынуждены сознательно снижать свою чувствительность. То есть, фактически маг рано или поздно встает перед таким выбором. Если, конечно, у него в принципе есть способности к яснознанию, ясновидению, к эмпатии. Он встает перед выбором, что лучше для него. Максимально чувствовать много и быть как оголенный нерв. Или чувствовать как можно меньше напротив, но при этом быть более устойчивым к негативным воздействиям. К воздействию разного рода сущностей. К астральным взаимодействиям не очень безопасно. В общем, если человек хочет идти сквозь толпу и не хвататься за голову от чужих отвратительных мыслей и эмоций. Вопрос на самом деле хороший, потому что суть-то я объяснял, что я снижаю. А как это делаю, не рассказывал. Думаю, настало время. Итак, все достаточно просто и прозаично. Если вы ощущаете чужие мысли, чужие эмоции. Если вы, глядя на человека, чувствуете его ауру. Если вы, упаси Боже, очень остро, физически, тактильно ощущаете энергетические воздействия. Если у вас, скажем, чувствительны не только руки, а все тело, то это может привести к крайне неприятным последствиям. Каким последствиям? А попробуйте попросить своего товарища, развивающегося магически, воткнуть вам в живот астральное копье. А потом расскажите, какие вы испытали ощущения. Чувствительность напрямую влияет на то, что вы чувствуете. То есть, если чувствительность снижена специально, или чувствительность низкая изначально, пока до вас дойдет с астрала на эфирку, с эфирки на физику. Там еще по дороге будет какой-нибудь негатив и блоки. Оно где-нибудь застопорится, ощущения все будут размазаны по огромному промежутку времени. А если ваше астральное поле само по себе чувствительно и воздействию не нужно совершать столь долгий путь, то вы ощутите все то же самое, как если бы вам в живот воткнули физическое копье. Мне не нравится такой расклад. Я не раз приводил пример, когда мы с коллегами попали в неприятную ситуацию, и мои коллеги бьются головой о стену и катаются по полу от боли, а я так почесываюсь и не понимаю, а что не так. Сейчас разберемся, сейчас все разрулим. То есть, для меня это не проблема, хотя на меня воздействие точно такое же. Я просто этого не чувствую. Единственный нюанс, очень важно не переборщить, потому как чувствительность можно вырубить напрочь, как в примере, который я описывал с ребенком. То есть, крест на лобную чакру, ребенок энергию не видит, сущностей не видит, но и не будет видеть впоследствии. То же самое с отворотом. На какое-то время короткое отворот от студа, на какое-то время короткое это работает нормально. То есть, вы просто ощущаете эмоции как сквозь вату, но если через полгода-год это не снять, то работа сердечной чакры нарушится, и фактически это будет порча. То же самое на лобной чакре. Нельзя просто взять и начертить крестик. Ну, можно. Если вы действительно в такой ситуации, что вот вынуждены спуститься в метро, и сами по себе вы человек очень чувствительный, то хорошо, начертите на лобной чакре косой крестик, дающий рукой. Но когда придете домой, снимите. Почиститесь, снимите. Удостоверитесь, что чакра работает нормально. Потренируйтесь, посмотрите, как работает ваша чувствительность, не снизилась ли. Если снизилась, то вам стоит потренироваться несколько дней. Ну, зависит от того, чем вы вообще занимаетесь. Видение ауры, получение информации, неважно. В общем, потренируйтесь, чтобы восстановить нормальный уровень своей чувствительности. Потому как именно крестик на лобной чакре, это такое очень временное воздействие. Это никак сердечное. Полгода с таким вы не проходите. Скорее всего, через полгода вы слюни начнете пускать. Ну, я, конечно, утрирую, но думаю, все понимают, что ни к чему хорошему некорректная работа лобной чакры не ведет. А именно лобная чакра отвечает за вашу чувствительность, ясновидение, яснознание, эмпатию. Ну, за эмпатию еще сердечное и даже чуть-чуть солнечное сплетение, но не суть. В общем, таков мой метод. Я просто ставлю несколько защит. И пока энергия пройдет от моего собеседника сквозь одну защиту. Да, устанавливаются прямые каналы, конечно. Но я не пускаю в свое поле прямые каналы. Поэтому пока канал подключится к внешнему, слою защиты, попытается пройти насквозь. Как это сделать? Просто не включаться эмоционально в разговор. То есть, понятно, что если это кто-то из ваших близких, там ваш супруг, супруга, партнер, ребенок. Если это ваш родитель, то точно не стоит эмоционально включаться. Родители в 90% случаев являются причиной проблем. Энерговампиризм, порчи, проклятия, особенно материнские проклятия. Поэтому не включайтесь эмоционально. Фактически, вам должно быть на человека плевать. И любые попытки проникнуть в ваше поле, вы грубо, энергетически отбрасываете. То есть, можно эфирными руками, можно мысленно, если есть возможность ощущать каналы. Просто не пускайте его в свое поле. Но при этом, разумеется, разговор клеиться не будет. То есть, вы можете побеседовать о погоде без включения в суть разговора. Но взаимоотношения будут такими прохладненькими, мягко говоря. Меня устраивает. И вот человек подключается к каналам, к внешнему слою моей защиты. А их еще 15. И пока он своей энергией дойдет до третьего внешнего слоя. Разговор закончен позавчера. Я с тех пор уже два раза почистился. И что он там чувствовал? Мне плевать. Как у него выглядит поле? Мне плевать. Какие он испытывает эмоции? Угадайте. Мне плевать. Это очень полезно, если вы общаетесь с людьми, не сведущими в магии, скажем так. Не заботящиеся чистотой своего поля. Не заботящиеся о том, что они говорят. Кому они говорят. Что они думают. В общем, не проснувшиеся. Единственный нюанс. Если вы как маг взаимодействуете с людьми. То есть чистите, диагностируете. То, конечно, вам придется открываться. Ну, не обязательно, конечно, эмоционально в это дело все включаться. Но, как минимум, вам придется самому протягивать к человеку канал. И смотреть, что у него там. И тут вы перехватите по-любому. Поэтому, когда мне пишут. А как же работать с людьми? Я вот почистил одного человека. И весь стою в негативе. Я смотрю на фото. Там действительно. С ног до головы. Как будто в грязи извалялся. Но это нормальная ситуация. То есть опытный маг еще может как-то на расстоянии. Не приближая канала к себе. Там энергия огня. Но и то. Всякие бывают ситуации. Очень часто приходится влезать в саму. Поэтому, если вы работаете с человеком. Чистите, защищаете, исцеляете. Вы по-любому нахватаетесь. Поэтому, после каждой чистки другого человека. После каждой работы с другим человеком. Особенно личной. То есть, если там вы проникаете руками в его поле. Сразу чиститесь. Вот не отходя от него, берите свечу и чиститесь. Приходите домой. Принимайте душ. Чиститесь еще раз. Потому что вы нахватаете точно. Вопрос, в каких объемах и чего вы нахватаете. Остается открытым. Но можно прям словить неприятные вещи. Разумеется, смертельная порча. Даже смертельная порча. Не действует мгновенно. Ей нужно время на то, чтобы укрепиться в поле. Проникнуть в чакру. Начать воздействовать на физический план. Но не стоит этого ждать. Бывает, что суток вполне достаточно. Как правило, воздействием нужно больше времени. Но бывают исключения. Поэтому не доводите себя до такого. Чиститесь и ставьте максимальное количество защит. О защитах я рассказывал на своем канале. Рассказывал в своих книгах. И рассказывал в мастер-классе по защитной магии. Хорошим подспорьем будет амулет. Но я бы на амулеты в этом плане особо не уповал. От направленных порчи, магических воздействий они более-менее работают. Но если вы общаетесь с человеком лично, то они лишь слегка снижают объем энергии, который идет вам в поле. Но в качестве 16-й овеществленной защиты почему нет? При этом защиты можно ставить как однотипные, так и разные. Единственное, я крайне не рекомендую ставить подряд две защиты противостихиями. Ну, допустим, огонь и воду. Или там воздух и землю. Старайтесь чередовать, чтобы соприкоснувшись эти защиты не произвели в вашем поле энергетический взрыв. Тогда вы навредите себе гораздо хуже, чем кто-либо. Надеюсь, что данным видео я кому-то помог. Надеюсь, что кто-то станет менее чувствительным, перестанет общаться с родственниками, уйдет в монашеский скит и достигнет просветления. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok